Здравствуйте! 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 Порожки? Порожки. И направо. Мое место на кухне. Это полностью мое место. Но занято чужим хлопом. Вот эта печка моя, которую разломали, пользоваться ней нельзя. То есть мы не пользуемся этими местами, потому что у нас выбросили все отсюда наши принадлежности. В 2006 году исполнительно это с мокрыми печатями. Исполнительный комитет дал на комату, и он был обязан, то есть мы платим у нас лицевой счет и все остальное. Сейчас, в 2014 году, городсовет решил, что нам здесь жить нельзя. Мы пожили в этой комнате, теперь нас выбрасывают. Вот это до ремонта. У вас только в таком виде? Ну да, в таком, к сожалению. Вот это после ремонта. А то, что сейчас. Это хорио-реконструкция, то, что мы это прошли. А вот это, это то, сколько нас здесь жило. Вот здесь жило нас в этой квартире 9 человек. Это наша семья. Все вместе одновременно жили? Да. Не в этой комнате. Не в этой комнате. Это наша семья. У нас мама пять лет, мы пытались ее спасти, пришлось продать комнаты. Теперь нам это вменяют в вину. То, что мы продали? Да. То, что мы продали свои приватизированное жилье. Теперь нам вменяют в вину и хотят отобрать у нас. Вы даже не улучшили свои жилища. Сознательно. Сознательно. А вы не имели на это право? Нет. Получается, что мы можем не пустить разрешение. На продажу приватизированного жилья? Да. Именно так. Вот обращение Геннадия Адольфовича. А это справка о том, что так уж додатково поведомляем, так уж звертаем ваше увагу, что под час проведения проверки было установлено, что Руднев ИА, то есть я, страждая на психичные развиты. И ответственная информация была надействована до псих-диспансеров для вырешения вопросов о возможности проведения обслуживания. Казанжиево. Мы живем уже в седьмом поколении в городе Харькове. Кроме вас. Дворник. А теперь нам сказали в госполкоме, что мы не члены громады. И мы вообще никто. Просто никто. Я почти пенсионер года до пенсии. Сестра, воспитавшая ребенка инвалида. И мы не имеем никаких неправ. В случае нас выбросили. И вот исполнительный лист. На данный момент. Три. Живу я, сестра и ребенок. На данный момент. Какой стадии? В стадии исполнительного листа. Принесли документ. Не подбросили уже исполнительный лист. Исполнительный лист. Решение суда. Куда? Без предоставления жилья. Нам и всем малолетним, которые здесь. Это то, к чему мы пришли. Работая всю жизнь на государство. Платя налоги. Теперь нам предлагают выписаться. Отсюда добровольно. Пойти в Горбуновой Рубан. Чтобы она нас поставила на учет как... Как бомжи. Как бомжи. Как нуждающихся. Да. В жилье. И тогда, может быть, что-то для нас придумают. Как в течение какого времени? Да, это никто не говорит. Ну... А где мы должны жить? Под мостом. Под мостом пока или где-то еще. Как бы это еще никому не знаю. Два дня мы обращались... В Горьском окне. По Лавянске. На основании чего принято решение суда? На основании жалоб соседей, которые хотят занять нашу курс на труд. На основании жалоб соседей. Да. И... Мотивировка. То, что мы не имели права продавать комнаты, которые у нас были приватизированы. Но дело в том, что у нас здесь 9 человек прописано. Еще у нас, кроме этого ребенка, который малолетний, инвалид, у нас еще трое детей на двоих. И все мы жили в этой квартире. Ситуация, я так понимаю, такая. Вы продали приватизированное жалоб. Абсолютно верно. И переехали в... Нет. Мы ее занимаем эту комнату 25 лет. Она приватизирована вот эта комната? Нет. Она не приватизирована. Мы ее не приватизированы. Но она же принадлежит вот... Но нам ее выделили. Вы приватизировали. Так как мы уверены были в том, что у нас есть эта выделенная комната, мы продали оставшуюся мамову комнату. Потому что мы понимали, что мы здесь можем жить. Первое решение о нашем выселении было Дзержинским исполнительным комитетом. То есть они сначала дали эту комнату, а через два года они решили, что мы ее занимаем незаконно. Нашли вновь открывшиеся обстоятельства из-за того, что мы продали все. И решение было вообще принято без нашего участия, без нашего ведома. Когда это было? Это было в 2008 году. В 2009. В 2009? В 2007. Да. Решили, что вы незаконно занимаетесь. И получилось, что я прописываюсь к брату, уже не имея на это права. То есть не было решения суда ни у паспортистки, ни у нас. Мы даже не знали о том, что против нас уже ведется это дело и нас выселяют. А теперь они говорят, что мы ее даже заняли самозахватом. Незаконно. И, естественно, теперь вот столько лет длилось это все. А теперь принесли нам уже, мы уже прошли все инстанции судов, все полностью. Но когда видят, что там горы с полком судятся против нас, вы сами понимаете, разговаривать никто не будет. Тем более Дзержинский суд. Вот судья Шишкин вывез такое решение. Выселит. Выселит, да. Без предоставления. И в суде не было даже сказано о том, что ребенок инвалид. Я обращалась и в прокуратуры, я обращалась в Дзержинский исполком по защите детей. Как ответили? Мне сказали, что ну что ж, если вы не решите этот вопрос, мы ребенка заберем в интернат. А вы найдете где жить. А когда вообще началась эта вся история? Когда мы продали? Продали комнату. Продали последнюю комнату в 2009. Мы здесь 25 лет занимаем эту комнату. Уже даже после последнего решения суда прошло 5 лет. То есть нас совершенно спокойно можно уже поставить на очередь, так как это делается. И потому что мы уже здесь живем и сто лет платим за эту комнату, можно даже нигде ничего не искать, а просто решением горосполкома оставить эту комнату за нами. Есть договор, есть лицевой счет. Но почему-то это никому не интересно. Потому что, наверное, интересно что-то другое. А как вы считаете, что? Коррупция, большими буквами написано. Коррупция, на таком не деле. Сговор. Сговор жильцов, которые заинтересовали горсовет. Я понимаю, если бы у меня была большая сумма денег, я бы пришла, рассчиталась и мне бы все оставили. Но у меня, к сожалению, нет. С двух пенсий 940 гривен. Все все понимают, все говорят, да, 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 такого быть не может. Но в конце концов, вот исполнительный лист, по которому мы должны выселяться. А есть обратный ход исполнительный лист, там апелляция какая-то? Вы не знаете? Не знаю. Обратный ход есть у совести, у человеческого понимания. А с адвокатами вы не общались? Общаемся, мы работаем с адвокатами. Но какие это адвокаты? Это дешевые адвокаты. Нет, адвокат может сказать хотя бы пути, по которым можно идти дальше. А нет пути дальше, исполнительный лист. Мы прошли все судебные инстанции. Никто не хочет против горосполкома. Судья Шишкин это такой судья, который любые решения горосполкома принимает. Радиозная личность. Не только мы от него страдали. Ну на нынешний момент, вот здесь мы стираем. Посмотрите, вот здесь мы стираем. Потому что после ремонта полностью заняли все наши места. Вот эта печка, вот здесь мы готовы. А для того, чтобы их освободить, нужно было с ними сражаться. А сражаться мы не можем, потому что они сразу... Это ваша соседка? Да, да. Фамилия Юнаджарова. Участник боевых действий в Волганистане. Она когда только вошла сюда жить, она объявила мне войну. У нее война продолжается до сих пор. И вот таким методом она выйдет. У нее просто не очень заняться больше. У нее, наверное, не такой. А она заехала больше тысяч? Нет. Нет, нет. Она... Как раз ей была продана комната. Одну из комнат. Подаст у нее. Ну, здесь в коммуналке просто по-другому уже не нужно спрашивать разрешение. У всех будут удалительные процедуры. Поэтому в коммуналке проще всего продать. И как только они узнали, что у нас неприватизированная эта комната, сразу пошли жалобы. Ну, всякие вот такие вот подобные. Чтобы отчернительно каким-то образом влезть сюда, в эту комнату. Обращались ли вы в прокуратуру? Обращались. В прокуратуру обращались. Трижды. Трижды. Или даже четырежды. Они и письменно, и на личном приеме сказали, что неполнолетнего ребенка права защищают его родители. Независимо от того, инвалид, он не инвалид. И в чем состоял ваш запрос именно с просьбой защиты права? Я просила защитить неполнолетнего права, неполнолетнего ребенка инвалида в суде. Выступить защитниками. Они мне отказали. И городская прокуратура, и районная. Городская переслала на районную, районная сказала до свидания. И областная, и областная. Сначала мы сделали здесь ремонт, прошли Харьков реконструкцию. После Харьков реконструкции, когда было положительное заключение уже, они разрешили нам, дали разрешение на проживание. С этим разрешением на проживание мы пошли в Дзержинский исполком. Дзержинский исполком решил выделить нам эту комнату, ходатайствовал. И потом был Дзержинский суд, который за нами закрепил эту комнату решением Дзержинского суда. После чего через два года по вновь открывшимся обстоятельствам эту комнату у нас забрали. В связи с тем, что мы умышленно ухудшили свои жилищные условия, так как мы продали родительское приватизированное жилье. Несмотря на то, что там было, одному ребенку дали, мы наоборот улучшили их хотя бы. Да, это понятно. Вот вы жили сначала в тех комнатах? Да. А потом уже за ними. Те комнаты каким образом? Вы их получили в свое время? Нет, обменный ордер. В 78-м году родители обменяли свою двухкомнатную кооперативную квартиру на те комнаты, потому что была большая семья и надо было как-то расшириться. Вот таким образом мы попались.